Итак, слайд рекомендации. Вообще, хотелось бы сначала начать о так называемом положении о выборе контрагентов. Замечу, что многие, ну, многие это крупные, прежде всего, компании, действительно разрабатывают такие положения. И в том числе в них прописываются те документы, которые необходимо собрать в отношении того или иного контрагента. Вообще, положение, наличие такого положения, и, естественно, если это положение исполняется, оно играет положительную роль в налоговых спорах. На практике мне, в общем-то, известно, что, скажем, если у налогоплательщика достаточно много контрагентов, ну, и у него выявили ряд контрагентов, которые можно отнести к фирмам-однодневкам, то он может говорить, что вот есть положение, мы стандартно подходим ко всем организациям, с которыми вступаем в деловые отношения. И, как видите, по сути дела эти положения работают. То есть то количество фирм-однодневок, которые вы выявили, оно ничтожно мало по сравнению с остальными контрагентами, которые являются добросовестными. Поэтому в данном случае, что называется, эта погрешность, но незначительно ее принимать во внимание при определении наших налоговых обязательств нельзя. Правда, правда, отмечу, что, конечно, здесь палка о двух концах. То есть если положение применяется ко всем, что называется, одинаково, то, да, скорее всего, это будет играть в вашу пользу. Если же нет, если же оказалось, что положение, связанное с выбором контрагентов в части проявления должной осмотрительности, не выполнено в принципе в отношении того или иного лица, либо выполнено не полностью, то, безусловно, здесь возникает вопрос к налогоплательщику. Но в данном случае, что следует отметить, что в любом случае положение о выборе контрагентов, в том числе в части проявления должной осмотрительности, лучше разработать. А вот показывать его при возникновении спора, либо не показывать, это уже вопрос стратегии защиты в конкретном налоговом споре. Далее, что можно прописать в таком положении? Вообще, можно прописать минимальный набор действий, минимальный набор действий, которые необходимо совершить для проявления должной осмотрительности. На мой взгляд, к такому минимальному набору действий можно отнести, во-первых, запрос документов от контрагентов, то есть это будет направлено на проверку правоспособности и полномочий лиц. То есть об этом я выше говорил. Во-вторых, я полагаю, что в обязательном порядке необходимо делать скрины, ну, то есть, по сути, фотостраниц с сервиса «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес» на сайте ФНС России. Я думаю, это будет серьезным аргументом по проявлению должной осмотрительности, ну, естественно, в том случае, если какой-то негативной информации о контрагенте нет. Ну и, наконец, основание выбора. Конечно, контрагент, он может, то есть вы можете найти его сами по каким-то рекламным материалам либо сайту. Соответственно, рекламные материалы нужно сохранять и делать скрин сайта. Ну, в общем-то, контрагент может прийти к вам и сам. В этом случае также нужно как-то зафиксировать данный факт. Ну, возможно, будет переписка, электронная переписка, ее нужно сохранять. Почему я говорю о минимальном наборе действий? То есть вот этот минимальный набор действий, он, конечно же, не гарантирует, что за вами признают проявление должной осмотрительности, но у вас, во всяком случае, будут определенные доказательства. Вот этот минимальный набор действий, он, что называется, полезен тем людям, которые рассматривают должную осмотрительность исключительно как средство доказывания того, что они проявили эту должную осмотрительность. То есть, как вы помните, я разделял две функции. Вот этот минимальный набор действий, он позволяет реализовать функцию, доказательственную функцию о проявлении должной осмотрительности. Но здесь я хочу отметить следующее, что нередки случаи в судебной практике, когда сделка совершается на большие суммы, скажем, 100 миллионов рублей. И налогоплательщик начинает ссылаться на то, что он проявил должную осмотрительность в отношении данного лица и называет вот этот минимальный набор действий как доказательство проявления должной осмотрительности. Замечу, что во многих случаях налогоплательщики такие дела проигрывают. При этом я замечу, опять же, отмечу, что в данном случае нельзя однозначно говорить, что, ну, когда такая большая сумма, да, что налогоплательщик специально выбрал того или иного недобросовестного контрагента, чтобы, скажем, там, обналичие деньги, либо вывести их за границу. Нет, не обязательно. Налогоплательщик может вполне вести себя добросовестно. Скажем, ему необходимо было закупить то или иное оборудование, либо материалы, и он обратился с запросом к производителю. Производитель сказал, что да, готов поставить, но попросил, например, заключить контракты и переводить деньги на счета той или иной организации. Ну, в общем-то, налогоплательщик уверен, что ему поставят товары, и поэтому он заключает договор с тем контрагентом, с которым его попросили, ну, и совершает вот такой минимальный набор действий. Но, повторюсь, что это может выглядеть в судебном споре неубедительно. Неубедительно. И налогоплательщик, который, по сути дела, действовал добросовестно, ему может быть отказано в применении налоговой выгоды. К сожалению, такое может быть. Поэтому, для чего я все это говорю? То, что все-таки в положении о выборе контрагентов нужно разделить подход. То есть установить, что называется, общее положение о том, что необходимо проявлять должную осмотрительность и перечислить перечень, минимальный набор действий. Но также указать, что, например, по сделкам, которые превышают какую-либо сумму, ну, скажем, 10 миллионов рублей, необходимо осуществить расширенный набор действий. И в этом случае, в общем, если этот расширенный набор действий будет произведен, то вы будете выглядеть достаточно убедительно в случае возникновения спора с налоговым органом. Что касается вот этого расширенного набора действий, то здесь, как видите, я перечисляю источники, но сейчас попытаюсь раскрыть, о чем идет речь. Во-первых, естественно, контрагент может быть источником той или иной информации. И помимо учредительных документов и проверки полномочий, необходимо запросить бухгалтерскую отчетность, естественно, с отметкой налогового органа о принятии, возможно, налоговую отчетность, возможно, какую-то информацию о персонале. Безусловно, контрагент может и не представить данный документ. В этом случае вы либо настораживаетесь и не будете, в общем-то, иметь дело с таким контрагентом, либо попытаетесь использовать другие источники. Другими источниками могут быть налоговый орган, скажем так, в котором зарегистрирован, естественно, контрагент. В налоговый орган можно сделать запрос информации об исполнении вашим контрагентом налоговых обязательств. Замечу, что, скорее всего, налоговый орган вам откажет, но если у вас будет официально с отметкой запрос и ответ налогового органа, то в данном случае это уже проблема налогового органа, что он вам отказал. В данном случае вы сделали все зависящее от вас, чтобы проявить должную осмотрительность. И то, что налоговый орган отказал вам в этом, вину вам, в общем, ставиться не может. Важным источником информации являются сайты государственных органов, ну, конечно же, ФНС России, помимо сервиса «Проверь себя» и своего контрагента, там существуют и другие сервисы, которые также могут использоваться в качестве для того, чтобы исследовать добросовестность вашего контрагента. И в целом следует отметить, что функционал сайтов ФНС России расширяется, возникают новые сервисы, и, в общем-то, их можно отслеживать и использовать информацию с этих сервисов для проверки своего контрагента. Что касается других государственных органов, то это могут быть сайты, скажем, ФМС России. Ну, ФМС России здесь прежде всего проверка паспортных данных, точнее, действительности паспорта. Правда, отмечу, что, во всяком случае, до недавнего времени там, может быть, не очень актуальна информация по тем или иным паспортам. Возможно, что сейчас ситуация с актуальностью информации по паспортам, она улучшилась. Важный сайт государственных органов – это сайт Федеральной службы судебных приставов, поскольку там может содержаться информация о производстве, об исполнительном производстве в отношении того или иного контрагента. Ну, и, в общем-то, другие, на самом деле, сайты. Возможно, сайты с реестрами субъектов, которые участвуют в госзакупках. Возможно, использовать, опять же, реестры. Реестры сейчас активно обсуждаются, например, реестр проверки малого и среднего бизнеса. Этот реестр будет вести Генеральная прокуратура, и там, помимо всего прочего, как я понимаю, будет информация не только просто, что проверка была, но и результат данной проверки. Поэтому информацию с данных реестров тоже можно учитывать. Важным источником являются правовые базы. Ну, понятно, это консультант плюс гаранты. И также можно использовать бывший сайт высшего арбитражного суда, ну, то есть, арбитр.ру. Для чего в целом это делается? То есть, просто-напросто вбивается информация о контрагенте, а прежде всего это название контрагента, и смотрятся судебные акты. Ну, безусловно, что вы можете ничего не найти, либо найти огромное количество актов и понять, что эти акты, они связаны с вашим контрагентом, может, ну, можно, в общем-то, и не понять, если, скажем, какая-нибудь ООО «Ромашка», да, а этих ООО «Ромашек» там тысяча. Вот непонятно. Но бывает, что у контрагента специфическое название, и достаточно легко понять, что именно о нем речь идет. В целом, замечу, что это может быть, то есть, наличие судебного акта, особенно положительного судебного акта, играет значимую роль в споре с налоговым органом. То есть, известно немало случаев, когда в качестве аргумента налогоплательщик приводил тот факт, что уже было судебное решение, и было подтверждено, что либо тот или иной контрагент сам по себе он реален, а может, даже и это добросовестный контрагент. И поэтому такие дела выигрывались. Ну, а если, в общем-то, вам попался судебный акт, в котором признано, что этот контрагент является недобросовестным, то, в общем-то, лучше с ним не связываться. Ну, и, наконец, в качестве источника это специализированная организация. Что здесь имеется в виду? Достаточно много организаций предоставляют в качестве услуги проверку контрагента, предоставляют какую-то справку, информацию о контрагенте, естественно, за деньги. Ну, и существует организация, которая, что называется, систематизирует информацию о юридических лицах. Ну, ярким примером является, например, SPARC. Это тоже платно, в общем, на сервисе SPARC. Ну, тоже можно использовать, особенно если предстоит заключение сделки на большую сумму. На этом хотелось бы закончить, попрощаться и сказать, ну, то есть, надеяться, что данный семинар был полезен как для специалистов, так и в целом для налогоплательщиков. Ну, и будем надеяться, что законопроект, посвященный должной осмотрительности, он примет приемлемый вид и, в общем, будет не препятствовать, а помогать добросовестным налогоплательщикам защищать свои права в судах. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.